Из миллиона шестисот тысяч человек, получающих социальные выплаты в 63-м регионе, расходы на капремонт в той или иной степени компенсируют каждому десятому. Достигшим 70 лет вернут 50%, тем, кто старше 80, все 100. Важное условие – граждане должны быть с неработающими собственниками жилья, а также проживать одиноко или вместе с неработающими пенсионерами. При этом у них не должно быть долгов за капремонт. Процент их оплат больше, он достигает порядка 70%. Вопрос заключается в том, что некоторые льготники, те же 70-80 лет, они не совсем поняли закон и они как бы определяют, если мне льготу насчитывают с 1 января, то типа до 1 января 2016 года я платить ничего не буду, взрослый капитальный ремонт, а далее я готов оплачивать, чтобы получить льготу. Часть сборов берут на себя около 600 региональных ТСЖ, но тут есть проблема. Им необходимо заключить трехсторонние соглашения, участниками которых должны стать также управление соцзащитой и муниципалитеты. Пока договоры с Министерством социальной политики заключила только пятая часть. Должна быть серьезная заинтересованность руководителей ТСЖ в том, чтобы заключать эти соглашения, потому что они таким образом помогают своим жильцам получать вот эту компенсацию на взнос, на капитальный ремонт. И я думаю, что наших граждан возможность получить компенсацию в какой-то мере простимулирует вносить взносы, опять-таки, на капитальный ремонт. Деньги будут возвращать на тот счет, который укажет пожилой человек. Предполагается, что общий объем компенсации превысит 40 миллионов рублей.